Ну, Татьяна Черновол тут инструмент, а организатор это зала Штунка. То есть, всё-таки антикоррупционер в прошлом, ныне инструмент. Понимаете, ну, антикоррупционер это когда не во власти, а когда во власти, то уже можно и быть прокоррупционером. Вот, тут же проблема в другом. Вот то, что сделали с электронным декларированием для антикоррупционных организаций, это, во-первых, по-свински, а во-вторых, это даже и технически даже грубо. Вот россияне сделали более красиво. Они обязали всех грантовых организаций регистрироваться как иностранный агент. Да, Запад там покритиковал, но теперь там Левада-центр, все эти гражданские организации, исследовательские центры, они теперь регистрироваются как иностранные агенты. Почему? Ну, что с точки зрения, ну, такого постмарксизма, так, вот сейчас много критикуют неолиберализм, глобализацию неолиберальную. Вот гражданские организации, это часть глобального гражданского общества, а глобальное гражданское общество, это часть глобальной элиты, которая сегодня старается управлять всеми странами. И нами тоже. Так, кстати говоря, почему мы не готовы часто, вот, технически к этой борьбе, потому что на нас давят очень, и не учитывают, что технически, ментально мы просто не готовы. Например, вот такой только пример. Еще в 15-м году Европейский Союз в обмен на финансовую помощь требовал первой посадки. Еще НАБУ не заработало. Не говоря уже там про, там, антикоррупционный суд, а уже посадки требовали. Понимаете, тоже такой плановый подход. Так вот, что вообще происходит вокруг этого всего дела? Так, почему саботажи, почему этого? Наш правящий класс, не все, так, ну, большая часть правящего класса, поняли, в какую ловушку их затягивает Запад. И в какой ловушке не могут оказаться, если медовый месяц Запада и украинской власти будут дальше продолжаться. Самую страшную ловушку, ловушку честности. Да, потому что они думали, что они из России будут воевать, но все будет так по-советски, как и тут. А Запад говорит, нет, если вы хотите помощь, если вы хотите реформ, то давайте бороться с коррупцией. Так, а мы хотим реформ? Да, хотим реформ. Но и с коррупцией тоже бороться не очень хотим. Поэтому, что начинается включаться, так, что включается, что? Первое, понимание нашего правящего класса, что если и дальше будет реально идти борьба с коррупцией, все будут открывать, то этому правящему классу осталось там месяц, два, год. И вместо них придут другие антикоррупционные активисты, которых будут подталкивать Запад. Это правда, давайте я говорю, я не говорю, хорошо это или плохо, я просто говорю, как есть. Так, и будут подталкивать. И, условно говоря, на смену сегодняшней власти придет, например, Лещенко, Залищевук, Наев и так далее, и так далее. Включается вот это сознание того, что теряется власть. Так, потому что коррупция используется как инструмент борьбы не только против оппозиции, но и против нынешней власти. Которая на Западе понимает, она переходная, она олигархическая, она сращена с бизнесом, поэтому ей тут время недолго. Значит, будем менять их. Поэтому начинается задний ход. Так, надо сохранить власть, сохранить бизнес. Ну, открыли. Хорошо, открыли. А что дальше? Что дальше? Надо же сохранить это как-то. Поэтому вот это начинаются такие мелкие шпильки. Во-первых, вот это начинается борьба. Там, премьер против этого и Корчак. Хорошо, увели сознание, увели сведомность, потому что все обсуждают, как Корчак ответил, как Гроссм ответил. Но обсуждать, какие деньги конкретно у кого обнаружены, да, какие миллионы евро, это не будут. А будут обсуждать вот этот скандал. Дальше идем. Будет вот это, идти еще какие-то давления. Значит, борьба с коррупцией будет постепенно, постепенно гаснуть, гаснуть. Более того, нынешняя власть взяла курс на некоторую изоляцию от Запада. На внутреннее, чтобы меньше было возможностей для Запада влиять на украинскую власть. Тем более, внешняя геополитика сегодня дает такие возможности. Там, Трамп с собой, Америка с собой, там, Европа с собой и так далее. Поэтому, мой прогноз, мой прогноз такой. Мы больше будем, смотрите, информационная доктрина, она почти как у Путина списана. Посмотрите, путинскую информационную доктрину, вот эту нашу, которая, Александр Валентинович, у которого сегодня день рождения, поздравим его с днем рождения, Турчинов, так сказать, подготовил. Она один к одному, так? Борьба с гражданскими активистами, вот она так, как и в России идет. То есть, мы постепенно идем, от Запада начинаем дистанцироваться, любовь нам Запада не нужна, денег они не дают особо, там, с какой-то миллиард, в свое время тянут, тянут, тянут. Мы берем трет на изоляцию и на такую авторизацию власти, а стало быть, рассчитывать на какую-то серьезную борьбу с коррупцией в ближайшее время не приходится. Общество становится объектом политики. Вместо субъекта политики власть хочет взять реванш и быть субъектом политики, а общество будет объектом политики.